Нет такого человека, который бы не хотел, чтобы у него был халяльный удел, большой удел. Почему? Потому что пророк Мухаммад в дуа, который мы увидим сейчас, просил обильный удел, большой удел. И какие же причины? Смотрите, братья мои, есть причины, которым ты берешь знания, чтобы заработать. Правильно разговоры выстраиваешь, правильно инвестиции делаешь. Это все хорошо. Но однако хотелось бы поговорить о тех вещах, которые связаны в обращении к Аллаху. Часто люди думают, что если он возьмет какие-то знания, и потом все это заработает, но при этом забывает обращаться к Аллаху. Часто бывает такое, люди приходят и говорят, Субханаллах, ничего нету, баррака-то какого-то нету. Вот-вот уже сделка должна была подписаться. Что-то хоп, и все, то ли меня сглазили, или еще что-то. То есть часто такое бывает. Вот эти вещи не обучаются в университетах. Вот эти вещи не обучаются на тренингах, не в школах. Это из Кур'ана. Это из сунны пророка Мухаммада, салам аль-сам. Первая причина для того, чтобы Аллах увеличил твой риск, истегзар. Просите у Аллаха, субханаллах, прощения. Аллах в Кур'ане сказал, Субханаллах, Просите у Аллаха прощения. Аллах прощающий. Если будешь просить у Аллаха прощения, Аллах даст вам обильные дожди. Даст вам имущество, деньги. Даст вам детей, потомство. Даст вам сады. И реки, которыми будете поливать эти сады. Субханаллах. Вы знаете, в Хасан Басаре пришли три человека. Один жалуется, что у него нет денег. Другой жалуется, что у него нет детей. Третий жалуется, что у него большой сад. Наступила засуха, и ничего нет, плодов нет. И на что он им ответил. Истагфир, раббак. Истагфир, раббак. Проси у Аллаха прощения. Проси у Аллаха прощения. Проси у Аллаха прощения. И потом его ученики сказали. Я Абасаид. Кунья у Хасан Басар. Абусаид. Они к тебе пришли с разными вопросами. А ты одним ответом ответил. И тогда он прочитал этот аят. Просите у Аллаха прощения. Если будете просить прощения, Аллах даст вам дожди. Даст вам, субханаллах, деньги. Даст вам детей. Даст вам реки, сады, которые будете вы их поливать этими реками. Субханаллах. Поэтому, но самый главный секрет, когда мы просим прощения. Некоторые, знаете, у некоторых нет детей. И просят прощения. И думает, о, сейчас буду просить прощения, и думает о детях. Или, например, делает дуа прощения, чтобы деньги... Не думает о своих грехах, а думает о хорошем заработке. Это неправильно. Ты прости прощение у Аллаха за свои грехи. И Аллах, субханаллах, простит тебе твои грехи. И еще даст вот эти вот вещи, о которых сказал в Коране. Второе. Восхваление Аллаха и благодарность Всевышнему Аллаху, субханаллаху. Часто произносить, алхамду лиллях. Заработал, что ли, алхамду лиллях. Пришел вечером домой, ложишься спать. У тебя есть семья, есть дети, есть дом. Хорошая работа, алхамду лиллях. Легишь, алхамду лиллях. Алхамду лиллях. Аллах любит, когда его восхваляют. Аллах, субханаллах, любит, когда его восхваляют. Когда Адам, алейсалям, Аллаха показал ему, всем именам обучил, все, что будет, рассказал. И когда увидел, что в уме, что среди людей есть богатые, бедные, счастливые, несчастные, тогда он сказал, о мой Господь, почему ты всех не сделал одинаковыми? На что он сказал, я люблю, когда меня восхваляют. Так как Аллах любит, когда его восхваляют, Аллах не любит неблагодарных людей. Но неблагодарство людей ничем не навредит. Всевышний Аллах, субханаллах, люди сами себе этим вредят. Поэтому часто говорить, алхамду лиллях, благодарю тебя, Аллах, на уровне сердца. Аллах в Коране говорит, если будете благодарить меня, я вам непременно преувеличу, преумножу, говорит, субханаллах. Третье садака. Давайте садака, милостыну. Как Аллах, субханаллах, сказал в Коране, если кто-то либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то есть, то есть, этому Аллах, субханаллах, увеличит многократно, очень много-намного увеличит. Видишь нуждающую? Женщину с ребенком на свалке, в мусорном ящике, она ищет что-то, чтобы прокормить себя и своего ребенка. И своего ребенка она держит у себя на плече. В этот момент ты что хочешь, когда даешь садака? Ты что хочешь? Хочешь приблизить Аллаха, субханаллах, хочешь приблизить Аллаху, субханалах, через это садака. Поэтому садака, садака утушает гнев Аллаха. Человек согласил, дай садака. Садака дает бараке в имуществе. Садака преувеличит имущество. Мэн кусумин, мелин садака. Из имущества человека, человек, если расходует на пути Аллаха, садака ни в коем случае не уменьшит, а только преувеличит. Как Аллах, Субхану Ва Та'ля, говорит. И Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах, Субхану Ва Та'ля, объемлющий и всезнающий. Следующая причина для увеличения риска — хадж и умра. Совершать большой хадж и малый хадж. Как приводится в хадисе от Абдуллах ибн Маси'уда, то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейкум ассаляму, сказал, то есть совершайте хадж и умру последовательно, то есть один за другим. Воистине последовательность между ними, между этими двумя ритуалами, хадж и умра, если у человека есть возможность, он совершает, устраняет бедность. Последовательность умра и хадж. Аллах, Субхану Ва Та'ля, устраняет бедность и также прощает грехи. Следующее, пятое — это создание семьи. Это все из Курана и сунны. Создание семьи путем никаха, путем бракосочетания. Поэтому из праведных, как Аллах, Субхану Ва Та'ля, в Коране говорит, сочетайте браком, то есть делайте никах, те, кто из вас, кто холост, и праведников и числа ваших рабов и рабынь. Если одни бедны, то есть если эти молодожены бедны, Аллах, Субхану Ва Та'ля, обогатит их своей милостью. То есть Аллах, Субхану Ва Та'ля, бывает иногда, Субхану Ва Та'ля, человеку нужно жениться, он думает, сейчас заработаю, сейчас заработаю, на свадьбу на это не женятся, ты еще ничего не заработал, как-то женятся. Нет. Помню, когда в Риаде учился, был студентом на стипендию маленькую. Некоторые говорят, как ты женишься, стипендий тебе одному не хватает, ты с женой будешь, еще там у тебя ребенок, Аллаху дает риск. Аллах, как женился, Аллах, другое какое-то дало. Поэтому, в Аллахе, нужно также стараться спешить выдавать дочерей замуж, также женить сыновей уже, когда они смогут. Кто с вас может уже достиг вот этого возраста, чтобы он не впал в харам, не впал в зина и так далее. Шестое также это дети. Некоторые люди боятся рожать детей, боятся, что они прокормят их. Хотя забывают то, что с каждым ребенком Аллах дает свой новый удел. Рождается ребенок, новые богатства приходят. Поэтому Аллах, в Коране, говорит Не убивайте, не делайте аборты, боясь, что не прокормите. Аллах и вам дает риск, а им Аллах дает свой риск. Каждый ребенок рождается со своим риском от Аллаха. Седьмое это богобоязненность, таква. Как Аллах в Коране говорит То, кто боится Аллаха, Аллах дает ему выход из любой ситуации. Сейчас адзан будет, быстренько прибежимся. Восьмое. Укреплять родственность узы. Как в хадисе от Абу Хурейра. Кто, кто хочет, чтобы Аллах продлил ему жизнь и дал ему большой риск, то пусть, укрепляя свои родственные узы. Честность и искренность торговли. Это очень важно. Два компаньона, один другого обманывает. Бараката не будет в общем деле. Пророк Мухаммад, саллаху алейсалям, сказал, Бурика ли шарика, на ламья, на ламья, на ламья, таква самая. То есть будет баракат у двух компаньонных, пока они не будут ругаться, пока один другого не будет обманывать, скрывать от него. Если другой думает, что я сейчас хочу, в копейку положу побольше, заработаю, не скажу, бараката в общем деле не будет. И для него, и для него не будет. Поэтому должно быть честность, прозрачность в торговых отношениях среди компаньонных. Хорошее отношение к родителям, десятое. Потому что довольствие Аллаха, довольствие родителей, гнев Аллаха в гневе родителей. Одиннадцать. Таваккуль полагаться должным образом на Аллаха, то, что Аллах дает. Если вы будете должным образом полагаться на Аллаха, Аллах будет давать вам риск, подобно тому, как дает птица. Вылетает с пустым животом, возвращаясь в свое гнездо с полным животом. Истихара намаз. Это отдельную как-нибудь худбу проведем. Про истихара намаз. Это великая, субханаллах, столько аджайб, столько чудес вы увидите из этого намаза. Тут не будем говорить про это, отдельно про эту худбу. Как мы проведем, это долгая тема. Тринадцатая. Постоянное усердие, харакат, двигаться. То есть бывает, например, человек сидит на одном месте, конечно, не придет ему ничего. Нужно двигаться, встречаться, делать, как Аллах в Коране говорит. То есть для человека будет то, к чему он стремился. Стремился, делал, усердие проявлял, это тебе будет. Идада. Четырнадцатая. Постоянное поклонение. Пятнадцатая. То есть поклоняться, намазать, читать, закат давать, садака давать. Это тоже причина, что тебе придет большой риск. Пятнадцатая. Расходование средства на благие деяния. Если ты расходуешь средства на харам, у тебя бараката не будет. Если ты на халяль расходуешь на хорошее, то у тебя будет баракат в твоих деньгах. Шестнадцатая. Находиться постоянно в омовении, в тахарате. Это тоже из-за причин, чтобы у тебя был риск. Семнадцатая. Отдаляться от исрафа, от расточительства. Когда человек расточительствует, Аллах забирает его имущество, чтобы он так не поступал. Восемнадцатая. Дуа. И восемнадцатая, это что? Дуа просить у Аллаха, субханаху ва тя'аля. И какие дуа, как просил посланник Аллаха, саллаху алейху ассалям. Мы уже сейчас не успеем. Отдельно как-нибудь об этом поговорим. Поэтому, уважаемые братья, вот эти причины, эти причины, еще раз повторюсь, их не преподают в университетах. Эти причины не рассказывают в школах. Это все из Кур'ана, из сунны, посланника Аллаха, саллаху алейху ассалям. Я прошу Аллаха, субханаху ва тя'аля, чтобы мы понимали религию Аллаха, так как понимали пророки, правильные предшественники, сахабы, риданаллаху алейху алейху. Чтобы каждому из вас Аллах дал хороший, большой удел из халяльного в этой жизни и вечности в высшей степень рая. Ва саллаху алянабина Мохаммеда, ва аля алейху ассалям.